Всем большой привет! В сегодняшних рецептах я использую картофель, батат, горошек, цветную капусту и брокколи. Многие детки любят пюре. Пюре плюс котлета вообще топ в списке еды приверет. Но мы с вами уже понимаем, что монодиеты точно не работают. Одну картошку ежедневно есть нельзя, здоровья от этого не будет. Поэтому предлагаю варианты, как мама может кормить приверетку пюре часто и при этом спать спокойно. Деточка ест вкусно и полезно. Первый вариант картофель плюс зеленый горошек. Это, пожалуй, тот вариант, с которого стоит начать. Он по вкусу вообще не отличим от привычного обычного картофельного пюре. Отличается, пожалуй, только лишь цветом. Можно добавить немного куркумы и зеленый будет чуть менее зеленым. Самое важное правило во всех рецептах. Картошку всегда взбиваем миксером или обычной толкушкой. Потому что если ее измельчить блендером с остальными ингредиентами, то у вас получится клейстер. И второе. Дополнительные ингредиенты наоборот в обязательном порядке измельчаем именно блендером. Причем очень тщательно. Ну вот прям хорошенько. Потому что картошка и так мягкая. И даже если останутся какие-то кусочки, то ребенок съест. А вот если останутся, например, шкурки от горошка, недопюрированные, может случиться и отказ в случае привередливой деточки или мужа. Второй вариант с цветной капустой. На мой взгляд, это самый вкусный вариант. Цветная капуста в виде пюре, честно говоря, очень вкусная. Само пюре получается очень воздушным. Оно даже чем-то похоже на крем. Оно отличается по вкусу от обычного картофельного пюре. Хотя бы тем, что оно вот какое-то более легкое, какое-то более воздушное. Но лично на мой вкус и на вкус моей семьи оно отличается в выигрышную сторону, во вкусную сторону. Оно получается очень белым. Особенно если цветной капусты много. Соответственно, можно добавить куркуму так, чтобы это было не сильно заметно. И в этом варианте с грибами, но это не детское меню, не варианты приготовления именно детского меню. Поэтому здесь очень вкусные лесные опята. Собственно, ручно собранные. Ну и третий вариант. Он, наверное, все-таки более отличимый от привычного картофельного пюре. Тем, что и батат дает какую-то такую небольшую сладость. И брокколи тоже имеет все-таки какой-то такой свой и вкус и цвет. То есть, здесь действительно ребенка придется, ну, как бы обманывать этим пюре. Поэтому, если вы только-только начинаете предлагать, лучше начать именно в той последовательности, в которой они идут в видео. Сначала с горошком, потом с цветной капустой и уже в третьем варианте вот такой. Можно начать, например, только картофель плюс батат. И брокколи добавлять по чуть-чуть и постепенно. И в данном пюре, как вы видели, батат это все-таки тоже картофель, он тоже с крахмалом. Он тоже измельчается миксером, а капуста отдельно блендером. И ее вот как раз-таки надо очень хорошенечко измельчить, потому что из всех ингредиентов она, наверное, такая самая плотная. Как обычно, здоровья и полезного всем аппетита!